Добрый день! Рад вас приветствовать в очередной раз. У нас сегодня очень интересная встреча и пойдет разговор о страданиях Украины. Со стороны Киева последние два десятилетия с лишним мы слышим, как раздаются возгласы о том, как Украину оккупировали, как она изнывала под московским российским гнетом, сколько бед ей причинили, как мучилось население малороссийское под этим, опять-таки, невыносимым гнетом. Вот сегодня мы хотели бы как раз остановиться об этих украинских бедах. Начались они, как мы все прекрасно знаем, 8 января 1654 года, когда Рада украинская, малороссийская утвердила решение о присоединении к Украине. Хотя вот слово присоединение, оно здесь не очень точное, поскольку используют часто другое слово — воссоединение Украины с Россией. И в этом есть большой смысл, большая смысловая нагрузка, что они не просто встретились в 1654 году, а воссоединились после некого длительного периода, который был прерван татарским поганым нашествием. И вот теперь братья, наконец-то, в 1654 году, очнувшись, смотревшись друг другу в лицо, кинулись в объятия. Вот начало мучений украинских, о которых говорят украинские незалежные историки и различного рода публика, которая занимается пропагандой на малороссийских просторах. Не будем долго останавливаться о начальном периоде братства возобновившегося. Я имею в виду вот этих всех гетманов клан Богдана Хмельницкого, затем там Брюховецкий, Самойлович. Все это довольно-таки известно. Известно, что этот акт о присоединении или воссоединении с Россией 8 января 1654 года во многом был обычным трюком украинской верхушки, которая балансировала, разыгрывала, утрясала свои интересы в этом треугольнике России, крымское ханство и Польша. И, в общем-то, это такой очевидный факт, что на нем не стоит останавливаться. Мы сегодня будем говорить о более интересных и совершенно неизвестных фактах русско-украинского братства после 17 века. Ну, Петр I на самом деле вошел в историю как такой западноевропейский император западноевропейского пошиба, который одел в западноевропейской платье всю Россию, хотя не всю, а только правящую прослойку, только правящую верхушку, но при этом забывают и как-то уходят в тень, что Петр I был никем иным, как страшным любителем Малороссии, просто обожал ее. Он первый из российских царей целое лето в 1705 году провел на Украине, знакомился уже воочию с братьями, с которыми недавно соединились, и очень неплохо провел время, был очень доволен. И эта любовь к Украине Петра I никогда не покидала. В чем она выражалась? Она выражалась в том, что он намного больше, чем его отец Алексей Михайлович обеспечил приток украинского духовенства в Русскую Православную Церковь. Мы об этом еще скажем, чем это закончилось. Просто целые шеренги выпускников Киево-Могилянской академии десантировались в России, причем десантировались не где-то, чтобы вести служение в народе, а десантировались в очень хлебных и административных местах. Это епископские кафедры, архимандриты крупнейших монастырей, придворные священники или духовные особы при каких-то аристократах. То есть примерно только в таком ракурсе. Да, там случилось досадное недоразумение в братстве, а именно предательство Мазепа, которое мы все прекрасно знаем. Оно такое хрестоматийным стало. Мазепа просто откровенно предал Петра I, и, собственно говоря, Иван Мазепа – это в простонародье, а на самом деле это Ян Калединский, который начинал карьеру при дворе польского короля. В общем-то он поступил так, как, собственно, должен был поступать. Но, тем не менее, вот этот вот имидж братства российско-украинского как-то мешает осознать до конца помыслы и посылы всех этих братьев. И, кстати говоря, как Петр I отреагировал. Да, конечно, он не мог быть радостным после такого действия, как предательство Мазепа. Но вот это вот негодование, которое, в общем-то, широко развелось, этот поступок был очень широко известен, очень громкое такое было предательство. Петр I, вот мы с этого и начнем, счел нужным выпустить личный манифест, подписанный им. Не просто какой-то рядовой документ, а манифест, что делалось довольно в исключительных случаях. Этот манифест Петр I подписал 11 марта 1710 года. С ним можно ознакомиться в полном своде законов Российской империи в четвертом томе, под этой датой он опубликован. Крайне любопытный документ. Манифест назывался «О запрещении всякого чина людям оказывать малороссийскому народу обиды, озлобления, укоризны и порицания изменниками и причинять всякие притеснения». То есть это был манифест реакции, такой вынужденной во многом на негодование по поводу предательства Мазепа. Причем Мазепа-то предал не один, я хочу вот это вот напомнить, а целая, так сказать, группа. И группа-то была довольно большая, это вся такая верхушка украинской, всякие полковники, старшины. И такой это акт был не лично Мазепы, а такое вот стремление украинской верхушки. И поэтому, собственно, это очень такое серьезное подщечина была российско-украинскому братству. И вот Петр I выступил открыто на стороне малороссийской, запретив любому чину людям, как мы читали, великороссийским, в Российской империи, как-то обижать словом, там, не то что делом украинский народ. А манифест, кстати, начинался очень интересно, если с ним ознакомиться. Он как раз фиксирует массу постоянных недоразумений, инцидентов, не побоюсь эту слову, конфликтов, которые случались между малороссийскими и великороссийскими людьми. И вот, собственно говоря, появление этого манифеста, вот эти вот конфликты и такое вот недоброжелательство между воссоединившимися братьями, это и вынудило Петра I выступить с этим манифестом. Тем более предательство Мазепа с целой группой соратников к этому, естественно, располагало. Вот такая вот была забота. И эта забота не чисто на бумаге, как говорится. Петр I не ограничивался такими реверансовыми и выражениями заботы об Украине, только вот изданий манифестов. Даже случился конфликт у Петра I с ни с кем-нибудь, а с его ближайшим сподвижником Александра Даниловича Меншиковым. Это так называемое Почаевское дело. Я кратко только два слова скажу, что Меншиков, учитывая свое особое положение, так сказать, в верховодстве, в верхах при Петре I, решил, в общем-то, отрезать себе там немного земельки у украинских помещиков, что, естественно, вызвало у последних негодования. И они, значит, обрушили поток жалоб на Меншиков. Начались процессы. Один процесс Меншиков благополучно купировав, залив его деньгами. Но эти украинские братья не успокоились. Они продолжали жалобы на Меншикова осыпать императора. Дело возобновилось вторично и, собственно говоря, с самыми плохими перспективами для Меншикова. И спасла Александра Даниловича не что иное. Сначала супруга Петра I, которая затем стала императрицей Екатерины I, а затем и смерть самого Петра I, которая последовала в январе 1725 года. Если бы не это печальное обстоятельство, Меншиков был бы изгнан. В этом сходятся все историки с вершины, с олимпа российской власти. И, собственно, причиной изгнания и были вот эти украинские братья, о чьих интересах пекся Петр и на чьей стороне он выступил, даже решив избавиться от своего давнишнего и верного соратника. Вот такое вот влияние при Петре I имела Украина. Ну, эти факты, я бы не сказал, что очень неизвестны, они просто малоизвестны. Но вот теперь мы перейдем, конечно, к более серьезным вещам, которые очень наглядно будут характеризовать смысл отношений между Малороссией и Петербургом. Теперь уже с Петра столица переехала в Петербург. Какие это были взаимоотношения? Вот сейчас я приведу некоторые документы, которые удалось обнаружить в полном своде законов Российской империи, они относятся к правлению Елизаветы I. То есть уже прошло некоторое время после Петра I, но на самом деле этот украинский дух заботы об Украине, он нисколько не исчез, да и не то, что не исчез, он наоборот только усилился многократно, о чем и свидетельствуют вот эти вот факты, о которых я сейчас скажу. А именно, мы смотрим указ 21 мая 1742 года Елизаветы Петровны. Причем указ, как и все последующие, о которых я буду говорить, они все именные, а это очень важно, потому что именные указы – это указы самого первого разряда, которые были даны лично по повелению императрицы, поскольку очень много указов есть сеновских, сенатских, там, да, это такого уже второго уровня, где императрица, значит, выступала в роли фиксатора просто этих законодательных актов, а вот именной – это тот, который дан ей лично, там, сенату или кому угодно, всем правительственным органам. И вот 25 мая 1742 года мы можем обнаружить именной указ Елизаветы, объявленный Сенату, то есть правительству, который называется следующим образом «О неукреплении малороссиян в холопство и непринуждении их в уступлении в брак с крепостными женщинами и девками». Такое интригующее наименование указа, но на самом деле оно очень весомо, глубоко и судьбоносно. То есть фактически этим указом Елизавета I подтвердила, а она его подтверждала, статус малороссиян. Они находились и выводились и находились вне системы крепостного права. Вообще-то напомню, середина XVIII века, и вообще XVIII век – это рассвет крепостничества в России. Все это мы прекрасно помним, все эти зверства, которые чинили помещики над крестьянами, этот геноцид, который был развернут по отношению ко всем народам России, изнывающимся в рабстве. А вот здесь мы в 1742 году видим, что никакого крепостного права, никакого крепостного рабства на малороссиян распространять не должно. Более того, даже нельзя принуждать их вступать в брак с крепостными, но только, может, если по какой-то своей воле, но ни в коем случае никакие сторонние лица не могли содействовать, чтобы малороссиянин вступил в брак с крепостной. Они уже в априори поставлены выше, чем крепостное население. Если их нельзя укреплять, собственно говоря, фиксировать в крепостных, то тогда где же, как же, какова их судьба была малороссийских людей? Так вот, это малороссийские люди активным образом, кстати, и до указа 1742 года, он просто фиксирует это положение и после содействует чему? Они пополняли дворянское сословие, служивое сословие. Вот, собственно говоря, этот указ, он указывает этот коридор, по которому должны направляться малороссияне, люди из Малой России. Не в рабы, а в барины. Вот это факт, который вытекает из этого указа. Причем здесь, в этом указе еще сделан пункт, который гласит, что даже если кто-то по каким-то там причинам сумел оформить малороссиянина в крепостные, то немедленно, значит, все эти бумаги признать недействительными, все это расторгать юридически и приводить в тот статус, который указан в указе. Малороссиянин должен быть только свободным человеком и не может быть крепостным. Очень интересный факт, который очень красноречиво характеризует то угнетенное рабское состояние, о котором сейчас кричат историки незалежные, как изнывал малороссийский народ в составе Российской империи. Но этот указ 1942 года, он не один, он 21 мая, а вот 3 июля этого же года, то есть буквально через короткий промежуток времени, тут полтора месяца, выходит другой именной указ, данный Сенатом, подписанный Елизаветой Первой и, собственно, по ее инициативе и данной. Значит, этот указ через полтора месяца дополняет предыдущий. Называется «О поступлении с теми, кто в противности высоковысочайшего указа, вот этого, от 21 мая, станут держать малороссиян неволею и крепить их в холопство». Считать таких людей, кто будет малороссиян держать в холопстве, считать таких людей явными преступниками и ослушниками указов. И с теми поступать, как сказано в тексте, без всякого милосердия. То есть, кто попробует ослушаться то, что было продекларировано 21 мая 1742 года о невозможности пребывания малороссиян в крепостническом состоянии, с тех будет очень строго спрошено. Там есть меры конкретные в указе, и он очень красноречивый, действительно, дополняет вот этот вот указ от 3 июля, дополняет документ о 21 мая 1742 года. Затем, через два года, в 1144 году, в Российской империи была объявлена ревизия, это перепись населения по-нашему, когда нужно было, значит, полностью учесть все население и, главное, учет был по сословиям, кто какому сословию принадлежал, кто крепостные, значит, кто, значит, купецкие какие люди. То есть, полный такой вот смотр всех трудовых ресурсов, как по-нашему говорят, если можно примитительно к тому периоду говорить. И вот ревизия была объявлена, а вслед было дано опять объяснение, опять сенатский указ, указ высшей категории 26 июля 1744 года в дополнение, в разъяснение о проведении этой ревизии. Так о чем, собственно говоря, это дополнение, на которое понадобилось издавать этот указ, где было сказано, как поступать, разъяснено при ревизии, когда будет учет населения проводиться, как поступать при переписи людей, объявляющих себя малороссиянами. Вот поступать с ними надо так же, как было четко сказано в указах двухлетней давности, в указах 1742 года. Здесь, в этом объяснении и разъяснении к ревизии четко было записано, что все, кто подлинно докажет, что малороссиянин, кто докажет, тем немедленно давать свободу, без всяких дополнительных разговоров, вопросов и каких-то проволочек. Что это означает теперь уже, если так подвести итог сказанному? В Малой России не было крепостного права. Его не было с момента воссоединения братских народов, января 1654 года, по Екатерину II. Только она изменила это положение, но об этом мы скажем в конце буквально нескольких слов. А фактически 100 с лишним лет Малороссия находилась вне крепостной зависимости, население малороссийское. Из малороссийского населения рекрутировалось двореанство, вот это вот очень важно, и, естественно, переезжали, как я уже сказал, различного рода священники. Естественно, не просто священники, которые становились архиереями первого калибра, занимали ведущие посты в церкви. Вот куда направлялись малороссийские кадры. Получается тогда, что фактически они, находясь вне крепостной зависимости, жили за счет всех других народов России, которые действительно изнывали от этой крепостнической зависимости, от этого крепостнического рабства. Мы можем представить, что такое было бы сделано, как малороссиянам, свобода дана была башкирам, калмыкам, чувашам, мордве, карелам. Ну, это даже лежит все за пределами вероятного, об этом нечего говорить. Так вот кто изнывал от рабства в Российской империи. Вот кто главный пострадавший от пребывания в этой Российской империи. А вот кто бенефициар, кто выгодоприобретатель, собственно говоря, своего положения. И почему нам эти незалежные сегодняшние историки рисуют ужасы, которые постигли несчастный малороссийский народ. Вот документы свидетельствуют, что этот несчастный малороссийский народ прекрасно себя чувствовал и паразитировал на горе и беде всех других народов России. Вот, на самом деле, истинное положение день, дел, которое было. Причем, вот мы говорим о крепостной зависимости, да, действительно, это же, на самом деле, очень широкое понятие. И предполагало еще разные вещи, о которых сейчас современное сознание забывает часто. А какие вещи? Во-первых, все малороссияне были полностью освобождены от затрат за воинские постои. Не надо было никак оплачивать прохождение войск населения малороссии. Это все оплачивали вот те все другие народы, которые якобы поработили этот несчастных малороссиян. Более того, малороссияне были избавлены от очень неприятной повинности, которая ложилась на все российские народы, а именно от рекрутского набора. Рекрутов не брали в российскую армию, в российскую имперскую армию украинцев. Но что их там не было? Они были, только в качестве офицеров, генералов и всех вот этого вот высшего командного чинов. Вот это действительно поле, где все оседали эти несчастные угнетенные малороссияне, которых угнетали вот те, кто страдал от рекрутской повинности и, собственно, на всех плечах нес вот это вот позорное ермо. Вот еще один этот интересный факт. И действительно, меня просто удивляет, когда открываешь маститого историка Сергея Михайловича Соловьева, там его там том, относящийся к 18 веку, где он рассуждает там о немецкой партии, там имею ввиду Берона и всех последующих вот подобного рода людей. Я думаю, все понимают, речь идет о западноевропейцах, которые на службе оказались и противопоставляет ей русскую партию. Вот я никогда не задумывался, считал, что да, русской партией, только вот теперь в свете всех этих документов, когда мы смотрим, а что же это за русская партия-то в верхах была. В общем-то, Соловьев ее перечисляет, там были, значит, фавориты Елизаветы I, кланы Разумовских. Разумовский – это фаворит, который был певчи и не участвовал ни в одной битве, стал фельдмаршалом. Это страдалец еще один от российского ига, так надо понимать. И дальше Соловьев перечисляет там массу фамилий, там и церковных, и гражданских серьезных лиц, там Юшкевич, Флоринский, Шиховской, там Барятинский. О ком он говорит? Он как раз говорит о всех этих вот так называемых малороссиянах, страдальцах, опять страдальцах, как нас убеждают. Вот в свете всего этого возникает простой вопрос. Значит, в 1654 году произошло что? Украину присоединили к России? А может быть, стоит задуматься над другим? Это все российские народы присоединили к Украине, и вся эта малороссийская шобла сидела на шее всех народов и прекрасно себя чувствовала, эксплуатировала, заодно развязывала геноцид, угнетала духовно, душила историобрячество и ислам и все народные культуры, навязывая никонский, никонянский вариант, который здесь получил окраску местную, как и никонянский, на самом деле это греческий обряд, который был утвержден на Украине, и именно выходцы с Блороссии его силой и кровью вбивали сюда. Что это было? Как после этого можно воспринимать слова Михаила Грушевского, величайшего историка украинского, которого все знаем, о том, что эта проклятая Великая Россия, эта проклятая страна разгромила украинскую церковь, уничтожила ее? Как это вообще после того, что мы знали, можно читать спокойно? Русская церковь была разгромлена киевской митрополией. Только этот вывод следует из всего фактического материала. Все украинские выходцы оккупировали все руководящие посты в русской православной церкви. И как после этого воспринимать слова Грушевского о том, что киевскую митрополию разгромили, унизили, эта киевская митрополия унизила всю русскую церковь, переиначив ее совершенно на чуждый греко-латинский лад. Вот что такое было. Как после этого читать слова уже современного деятеля Леониду Даниловичу Кучмы, который, не стесняясь во все средства массовой информации, заявляет, что ему угнетает сама мысль, Леонид Данилович угнетает мысль, что вся украинская история написана в Москве или в Петербурге. Это примерно то же самое, как Грушевский. Здесь это как два брата, двое злорца, одинакового лица. Вся история, мы изнываем от того, что вся российская наша история написана по украинским лекалам в Киеве. Начиная там с киевской этой Руси мифической, заканчивая синопсисом, уже не мифическим, который был написан в стенах Киево-Могилянского монастыря. И, собственно говоря, архимандрит Киево-Печорской лавры Иннокентий Гизель был исполнителем этой исторической работы, которая вплоть до Карамзина, до начала XIX века определяла историческое сознание страны. А историческое сознание страны, собственно говоря, выпестовалось в Киеве, Леониду Даниловичу надо напомнить это. И мы от этого страдаем гораздо больше, чем Леониду Даниловичу от каких-то мифических построений, якобы сделанных в Москве. И это все нужно поставить по своим местам, вне зависимости воспаленного воображения, которое рисуется Леониду Даниловичу Кучме и его подобным соратникам киевским. Вот что такое эта проблема. Нахождение малороссиян в составе Российской империи. Да, потом это дело подкорректировал. Подкорректировал это никто иная, как немка Екатерина II. Поэтому образ Екатерины II – это образ персоны Нонграта. Но Украина ее там откровенно не жалует. А если называть вещи своими именами, испытывают к ней жуткую ненависть. Поскольку она, первое, что она сделала, она устроила так называемую румянцевскую опись – это описать имущество помещиков украинских, малороссийских. До этого никто никому не удавалось, да никто не предпринимал попыток еще выяснить, чем обладают эти страдальцы. Как вы понимаете, эти страдальцы были неплохо, по-нашему говоря, упакованы во всех смыслах этого слова. И вот именно их пыталась описать Екатерина II. И впервые ей это и удалось. Естественно, это вызвало дикое раздражение у всей малороссийской верхушки. Она распространила туда рекордскую повинность, опять-таки, поскольку Украина прекрасно ее миновала, как я уже говорил. Вот все эти акты, они, в общем-то, несколько подпортили вольницу эту украинскую. И, видимо, здесь они уже говорят, что вот все эти страдания продолжились невыносимые. И вот Украина продолжала изнывать. Но изнывать она продолжала своеобразно, поскольку все эти потуги Екатерины II, они быстро были соединены на нет последующими императорами. И Александр I, который, в общем-то, так следовал во всем своей венциносной бабушке, всегда говорил, что именно в этом вопросе, в отношении к Украине и Польше, он с ней не совсем согласен. И у них политика не совсем совпадает. То есть политика любви, она продолжалась. И, собственно, и Николай I, который тратил огромные доли государственного бюджета России, которые собирались со всех народов на обустройство Украины. Вот когда мы узнали вот эти вот факты, и у нас действительно образуется, формируется уже новое понимание этого сложного вопроса в взаимоотношениях двух братских народов. Нам нужно все это переосмыслить, переосмыслить для того, чтобы по-новому действительно понять, что с нами происходило. И самое главное, осознать, чего же нас ждет в будущем, к чему нам готовиться и, собственно, как вести свою политику. Спасибо.